Продолжение следует... 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 Психологического регресса, может быть, вообще не стоит оперировать и трогать? Нужно полностью ложе опухоли убирать? На этот вопрос мы, я думаю, скоро получим ответ. Проводится в настоящее время исследование рандомизировано, в том числе и у нас в институте. Мы используем технику ВАП при достижении полного регресса опухоли и удаления ее. Что необходимо проводить перед планированием неодевантной системной терапии? Во-первых, необходимо правильно определиться, что в будущем планируется выполнение данной пациентки. В первую очередь мы используем нанесение татуажных метод на кожу и обязательно установка металлических клипс либо по краям опухоли, либо, если у вас отсутствует наличие достаточное количество клипсов, хотя бы центр опухоли. Это позволит абсолютно точно понимать при достижении полного регресса, где находилась первоначальная опухоль. Даже проводились одноцентровые перспективные исследования двух данных методик. При этом показали то, что нанесение татуажных метод приводит к большему объему редуцируемых тканей, чем при установке металлических клипс. Но все это очень важно, потому что излишки удаленной здоровой ткани мешают достижению достаточного и хорошего косметического эффекта. Но всегда надо понимать, что опухоль должна быть удалена полностью, ни в коем случае в крае резекции не должны присутствовать опухоли клетки с наличием краски. Потому что позитивный край резекции приводит к двукратному увеличению рисково-местного рецидива. От чего все это пошло? Выполнен большой мета-анализ того, что происходит при обнаружении позитивного края резекции. И было показано, что в среднем около 25% случаев это приводит к повторному реоперации. По данным других исследователей, частота реоперации варьируется от 10% и даже доходит до 48%. Я хотел бы представить данные института онкологии нашего отделения. У нас были проанализированы информации за два года. Из 2000 больных было выявлено то, что проведено 735 органосохраняющих операций. Из них было найдено всего лишь 30 пациентов с позитивными краями резекции. Так или иначе, они подверглись повторной операции, но процент достаточно низкий. И каким образом мы этого добились? Во-первых, мы своевременно планируем хирургическое лечение. И это позволяет минимизировать риск повторной операции и улучшить косметические результаты. Как я говорил ранее, мы используем нанесение татуаж-меток на кожу. Мы также используем клипсы, установка их по краю первичной опухоли до проведения неодевантного системного лечения. Использование металлических проводников при непальпированных опухолях обязательно. При отсутствии металлических проводников вам может помочь УЗИ-специалист, который может нанести маркировку в проекции опухоли использованием банального маркера, что позволит уже ориентироваться и понимать, где первично расположена непальпируемая опухоль. Также во время операционного этапа мы обязательно устанавливаем металлические клипсы по краям удаленного ложа, для того, чтобы правильно спланировать будущую лучевую терапию. И удаленный сектор изучаем на рентгеновском снимке. После удаления сектора мы обязательно окрашиваем все края резекции определенными цветами, для того, чтобы в случае находки какого-то из краев резекции позитивным, мы точно понимали, какой это из краев и могли правильно спланировать повторную операцию. Морол в своем исследовании показала, что органосохраняющая операция может привести к 34% повторению и конверсии до мастектомии. При этом часть женщин даже иногда отказывается от выполнения органосохраняющей операции в пользу мастектомии, боясь, что такой случай может возникнуть с ней и потребуется повторная операция. На заседании 2013 года спросили, каким образом вы можете оценивать частоту края резекции. И большинство клиник сказало, что во время операции они никак это не делают. Такого не должно быть. В клинике должно быть четкое представление и понятие того, как это избежать. На сегодняшний день существуют следующие способы интероперационной оценки частоты краев резекции. Это цитологический метод, мазок отпечаток, гистологические исследования, радиологические исследования, различные современные методы, которые, к сожалению, в России сейчас в данный момент не представлены, электромагнитные измерения импеданса. Самым простым способом являются цитологические мазки отпечатки. Эта процедура достаточно быстрая, занимает не менее 15 минут. Чувствительность и специфичность сопоставимы с свежезамороженными срезами. Но для этого нужен подготовленный цитолог, сложности с DCIS. Нет возможности оценить, насколько близко края резекции находится. И низкая негативная предсказательная ценность. Свежезамороженный материал. Для этого необходимо, во-первых, иметь специальное оборудование. Позволяет оценить вовлеченность сосково-реолярного комплекса. Оценка частоты края резекции при болезни Педжета. И при выполнении подкожных мастектомий. Но для этого нужен также подготовленный морфолог. Это достаточно длительное исследование. Может занимать до 20-25 минут. И позволяет оценить только изолированный участок края резекции. В центре чаще всего мы используем рентгенографию операционного материала. Которая позволяет визуализировать расположение опухоли в удаленном секторе после выполнения органосохраняющей операции. Система интеропционного МРТ в России не представлена. Говорят, что она позволяет мобильной и компактной. И позволяет даже при отсутствии специалиста оценить край резекции за несколько минут. Оптическая спектроскопия. Это микроскопия высокого разрешения. Принцип подобен УЗИ. Только вместо звуковой волны для формирования изображения используется околоинфракрасное излучение. Также позволяет оценить глубину проникновения до 2 мм. Романовская спектроскопия. Исследование, которое позволяет определить различия в тканях на основании морфологических и биохимических различий. При этом специфичность составляет около 83%. Чувствительность около 93%. Исследование придорковых карциновых специфичности до 100%. Чувствительность около 86%. Протоковых также 100%. Чувствительность около 74%. Так называемый маржин проб существует только за границей. Существенно снижает частоту реопераций. Но специфичность менее 70%. При этом увеличивает объем удаляемых тканей. Так называемая процедура бритый край. Процедура используется в случае, если у нас имеется какое-то подозрение на наличие инвазии в каком-то из краев резекции. Участвуют в этом патоморфологи. Также требуется, в частности, заморозка. Позволяет снизить частоту позитивных краев и частоту реоперации. По некоторым данным исследователей, с 34% до 19%. Голландские исследователи рекомендуют, с 2002 года внесли в список своих рекомендаций, что достаточно смело, что при позитивном крае резекции менее 4 мм, реоперацию они не выполняют, а отправляют пациентку только на выполнение лучевой терапии. При этом они представили данные, что при реоперации, при длительном наблюдении, частота местного рецидива 1,3%, но без реоперации и только лучевой терапии, частота местного рецидива тоже достаточно низкая и составляет всего лишь 2,6%. Таким образом, мы можем сказать, что все процедуры оценки хороши, но они используются и целесообразно при определенных условиях. Бритый край целесообразно используют при уровне реоперации более 25%, статологическое исследование уже более 15%, все же замороженные срезы также более 15%. Выводом я хотел бы сказать, что органосохраняющая операция является высокоэффективным методом лечения, дающим не только хорошие онкологические результаты, но и обеспечивающим высокое качество жизни пациентов по данным множества опросов. Необходимо внедрение в практику каждой клиники протокола оценки удаленного материала для снижения риска обнаружения опухолевых краев. Для этого необходима работа мультидисциплинарной команды, в которой ходят и рентгенологи, и патоморфологи, и специалисты УЗИ, и, собственно, онкологи, разумеется, которые планируют будущее хирургического вмешательства. Необходимо использовать металлические проводники для точной локализации опухолевого узла при малых его размерах, установка металлических клипс, использование тату, и для интероперационного контроля краев резекции цифровую двухпозиционную секторографию, именно рентгенологическое исследование. При патоморфологическом оценке обязательно хирург должен маркировать края резекции специальными красками. Спасибо вам огромное за внимание. Продолжение следует...